Дароу, 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 дароу. Дароу. Всем привет. Ех, сколько вас много-то. Здорово. Здорово, братва. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Всем привет от бороды. В смысле, от меня. Да-да-да, как бандит из 90-х. Я звонил по очкам. Сказали, курьер не приехал. Тра-ля-ля. Но я не ожидал сегодня. Они там, на районе. Мне это работать надо. Завтра, наверное, заберу Россию. Вот так глянул чуть-чуть. Кофта вообще огонь, да. Мой цвет любимый. Очень нравится. Теплая правда. Рви Макеева. Зачем его рвать? Если честно, Куваев не очень в форме был. Ну вот, блядь. Ну вот, пидорасы питерские. Ну вот. Немножечко, но. Немножечко, но спидорасничали. Не, в смысле не пидорасы питерские. Я имею в виду спидорасничали чуть-чуть, суки. Мне не очень понравилось. Нельзя так. Кидать ребят, которые в лучшей форме. Ну, нельзя. Это мое мнение. Все-таки не надо. Сука, вот этими моментами портить. Да. Мне Федоров очень понравился. И белорусы. И, ну, как-то, ну, видите, как-то свой оказался чужой. Вы поймёшь. Ну, Куваев, ну, откровенно, ну, не в пике был. Ну, ёпте. Ну. Ну, не в пике был Куваев. Ну, он очень охуенен. Он нереально охуенен. Ну, поверьте, ребята-то были. И сомнений много было, на самом деле. Вот. Так что, не знаю. Спидорасничали, короче. Даже не знаю, как там судить. Фёдорова я бы поставил выше, конечно. Вот. Поэтому, что тут говорить. Ну, опять же, нельзя так судить по видео, по фото, блядь. Потому что вживую совсем другая картинка может быть. Да нормально, братуха, дела. Чё жрёшь, как обычно. Вот. Мне свет не понравился, сцена не понравилась. Вообще, как-то, блядь, колхозный вариант какой-то. Спасибо. А теперь пью бутылки с безопасными крышками, с пластиковыми. С железными крышками не пью. Я на 50% владелец Инферну. Буковец Илья, белорус. И минералочку тоже пью. В ремонте очки. В ремонте. В ремонте. Ну, чё ем, грудку с собой нажарил. Блин, только полгода назад выступил. Чё думаете, очки? Футболист, что ли, играть каждую неделю или хоккеист? Надо же подготовиться. Прогресс новый показать. Да, я на МПС. Там наверху один стоит в хамер на парковке. Там точно один есть. А у нас есть причажные тренажёры. Ну, можно сказать, хамеры. Ха-ха. Ха-ха. Про Сочи не знаю. Ну, я так готов, и жру, и сплю. Это и есть подготовка. По пульсу лучше кардио. Нет, мне не надъедает ББР. Мне не надъедает. Знаете, почему? Наверное, потому что все-таки, как вам сказать, сейчас я как бы постараюсь выразиться. Возможно, у меня просто все получается. Ну, может быть, не совсем все, но я стремлюсь. Но многое получается, да? Много результатов, хороших, про-карты нет, но по сути все получилось. А возможно, у кого-то, не будем говорить у кого, раз не получилось, два не получилось. Да ну его нахуй, как ребенок, знаете, блядь, дело до конца не доводит, не умеет. Там, блядь, поморосил, там поморосил, вот. У них ничего не вышло и все. Я вам даю гарантию стопроцентную. Если бы тот, у кого не получилось, у него бы получилось, у него бы была другая бы ситуация. А так раз не получилось, два не получилось. Ну все, езду в бутербилдинг, пойду, блядь, чем-нибудь еще заниматься. Там такая же ситуация будет. Там что-нибудь не получилось, там что-то пойду нахуй дальше куда-нибудь. Ну ты, люди такие, не умеющие добиваться. Цель поставлена. Ну, на половине скачка, блядь, на первом же скачке сваливает. Я так и не делаю. Я добиваюсь до последнего нахуй. Вот и все, вся разница. Привет, привет. Да, и карнитин не есть смысл принимать перед кардио. Очень даже есть. Свежак лучше заходит, конечно. Да, русский, он, блядь, стопудово. Свежак, конечно, лучше заходит. Я просто что столкнулся с чем? Я же, блядь, вообще очень плохо ел. Я теперь готовлю себе килограмм творога, килограмм грудки в пизду. На старую схему. Я, конечно, могу здесь себе приготовить. Но, как правило, я из-за этого проебываю. Из-за работы. Так я взял, контейнер открыл, пожрал и пошел дальше. А, ну, это самое. Привет, Астрахань. Она тоже на гриле сделана, нормально заходит. Но, конечно, свежак лучше. Вот, сейчас просто стараюсь много есть. Вот реально, сегодня уже и поел. Раз, два, три, четыре. Пятый раз. Вот. Причем, что я встал в 12 сегодня. Вот, а что стараюсь. Стараюсь. Проебал два месяца, блядь. Надо наверстывать. Набирать. Что там в пензе был зал битком. Режим, да. Поэтому, на мой взгляд, ребята, режим, это вот. Это ебучие контейнеры. Ничего так не сделает режим, как контейнеры. На ебашил с собой на 5-6 приемов. И пиздуешь. На весь день. Если контейнеров нет, все. Все через жопу. Это 100%. Да, можно творог в коктейль. Вообще огонь. Нормально. Да-да. Хороший вариант. Только, блядь. Делайте коктейль такой. Творог, если вы туда кинете, там и так белка дохерища. Если вы туда еще протеина насыпьте, у вас, блядь, очень много белка будет. Старайтесь. Знаете, как делают некоторые? Два клопака протеина, это уже 50 грамм белка. И 300 грамм творога, это еще, сука, 40 грамм белка. И за раз 90 грамм белка, это дохуя. Вот. Понимаете? К чему клоню? Вот именно. Поэтому творога грамм 300 кинули. Молочка туда немножко, там, я не знаю, сиропа какого-нибудь. Уёпа там, я не знаю. Ну, чем-то. Ягодок туда киньте, на каких-нибудь. Можно заморозки, разморозки, все что угодно. Ягод туда киньте, творог и молока. И бжу. Вот. Банан можно добавить, да. Вот. На мой взгляд, ошибка только в одном. Когда херачат две порции протеина и творога еще пачку туда. И получается жесть. По белку вообще очень много. Адам. Блядь. Ну, я не могу, ребята. Я не могу. Я не такой человек, который будет петь дифирамбы. Я болел за Адама. Единственное, за кого я переживал, это за Адама. Ну, я об этом говорил и говорю. Единственное, за кого я переживал. Но я за объективность. Я не могу судить по видео. Адам проигрывал две позы сзади. Это очень много. Он не идет на равных с ними. Понимаете? Две позы. Я думаю, Адам это увидит и не будет даже на меня обижаться, если он сейчас услышит вот это. То, что я говорю. Две позы проигрывать это очень много. В такой жесткой шестерке ровной. Спереди они все, блядь, почти ровные. Сбоку тоже почти все ровные. Плюс-минус, да? Но спиной две позы проигрывают. И, естественно, все. Как бы, понимаете, да? Перед одинаковый, боковые одинаковые. Зад Адам проигрывает. Я имею в виду задние позы. Ну и все. Как бы от этого складывается результат. Поэтому, Адамчик, если слышишь, не обижайся. Но это то, что я видел по видео. По картинке. Вот. Надо спину. Надо, блядь. Вот так же, как он добавил плечи, так же наебашить еще спину. Куски мяса неебические. Тогда всем пизда. Вот. Адам делает шаг за шагом. Адам делает сначала одно, потом второе, потом третье. Все это правильно. Самое главное сейчас сохранить плечи, которые он набрал. И добавлять спину. Вот. Мою спину посмотрите. Вчера фотку выложил в инстаграме. Ну вот. Вот как бы так я по поводу Адаму скажу. Ну я вживую бы посмотрел, я бы сказал там что-то прям явно. Вы знаете, сейчас состав был очень такой хороший, очень хороший, сильный. Вот. Очень хороший состав был. Ну я не знаю, осенью. Осенью Кадзоев будет. Скорее всего. Кадзоев будет осенью. Кто там еще будет? Водянов, наверное, будет осенью еще. Кто там еще будет? Осень, да, там будет. Да, да, Кадзоев. Ну это мои предположения. Валерон. Возможно. Кто еще? Ну, блядь. Я думаю, там наберется. Может быть, Зебальд быть. Валерон точно будет. Ну, посмотрим. Ребята, Зебальд может быть. Еще. Еще кто-то может. А знаете, почему Зебальд может быть? Потому что можно получить прокарту. Но не выступать на про-турнире, а продолжать по любителям. Ты можешь продолжать по любителям, хотя бы выступаться, пока не выступишь на про-турнире. Так что Серега карту получил, но другая сторона медали-то тоже есть. Он может ей не воспользоваться. Вот. Если выступит на про, тогда все, дорога в любителей закрыта. А если не выступит, он может осенью выйти. Да, Русграмм 40, я думаю, нормально. Но это, опять же, если человек с более-менее разогнанным обменом веществ, если он активно тренируется, там делает хотя бы там немного кардио, ну, хотя бы чуть-чуть. Если он такой, активный. Грамм 40 усвоится за раз. Да, спокойно. Я думаю, да. Сколько лучше заниматься, это вам только можно понять, как вы восстанавливаетесь. Ну, я вам скажу, день через день, а если вы не успеваете? Что, будете загибаться день через день? А может быть, вам и два через один. Крылов, да. Щукин, может быть. Ну, же нормальные будут составчики. Ребята, осень будет жесткая. Ну, вот. Какое нехорошее слово он написал за страницей, а? Вот, черт, лысый, блядь. Голубочкин, да и, ну, Голубочкин по ветеранам. Ребят, да хоть в Киеве, хоть, я не знаю, где, хоть в Крыжо, блядь. Приглашение нужно поговорить с организаторами, и все, я же не могу приехать. Ребята, я сам себе организую семинар в Киеве. В Москве посреди праздников будет семинар. Сейчас я не готов. У меня здесь на выходные мероприятия, и я не успеваю. Завал. Вот, так что. Ребята, посмотрите у меня на канале. Посмотрите у меня на канале, на ютубе. Наберите Иван Водянов. Зайдите на канал. Там есть трехдневный спритт, четырех, пятидневный, шестидневный спритт. Сколько любых видео, где там рассказываю, как составить такой спритт. Высказываю свое мнение. я думаю, да, можно полноценный прием пищи съесть. Почему нет? Блин, он проебал рус вопрос, проебал или там что-то сообщение не увидел. По поводу два часа, это много после тренировки. За это время надо поесть. Обязательно надо поесть. Если вы в 12 закончили, или в ноль ложитесь, два часа это нормально, для еды вполне. Блин, я с вами тут заболтался, почти контейнер грудки ушатал. Здесь грамм 400, наверное, сейчас уже пизданул. Чего вы приколебались к этому мельдонию, блядь? Ничего от него не будет. Да, модерны хорошие бцашки, очень хорошие. А, охрененные. Очень хорошие бцашки. Не, не слышал про бас-гитариста Любер. Я не смотрю телеки вообще. Лучше 8.1.1, потому что лицин, все-таки аминокислота, которая более важная, ряд процессов усиливает в организме, поэтому лучше 8.1.1. Клиндовер очень хорошо отношусь. Очень хорошо к Стасу отношусь. Вообще прям круто. Потому что Стас, блин, очень грамотный чувак. Вот. Очень грамотный. С уважением отношусь к человеку, который развивается, развивается, развивается. Он не тупой качок, который прочитал полторы книжки, блядь. Знает, как тренировать на полшишки. И вот сидит, блядь, даже не читает больше ничего, не развивается. Стас, очень классный чувак. Если бы была возможность до и после кардио пить, то надо пить. Я считаю так. Если нет возможности, ну хотя бы где-то пейте, блядь. А если есть возможность, лишним не будет. только лучше будет. Ребят, кто не знает, жена умерла в октябре. Они просто уже реально достали этим вопросом и троллить, и всякую хуйню писать. я не знаю, что у вас там за спор, но по БЦА я считаю, что их нужно... Нет, грудка чуть-чуть осталась. Но я что-то до хера сажал. Их нужно пить во время, до, во время, после тренировки для того, чтобы на тренировке максимально сохранить свои мышцы. вот так как... БЦАшки будут гореть топливом вместо мышцы и восстанавливать между подходами быстрее. Не вижу смысла пить БЦА с утра, днем. Почему? Потому что нечего там не восстанавливать. На мой взгляд, лучше выпить сыворотку с утра или изолят и хорошо кушать в течение дня. Вот. А БЦА только к тренировкам. Чтобы восстанавливаться быстрее. Ну, элементарно вы почувствуете восстановление быстрее между подходами. Это первый признак будет, что вы их чувствуете и работаете. Следующий старт. Не знаю, когда. Серега Миронов добрый. Ну, прикольно. Я не знаю, я не смогу 4 килограмма мяса съесть за 4 дня даже, блядь. А не то, чтобы за один день. Я имею в виду мясо. 4 килограмма говядины я за 4 дня, наверное, с трудом, блядь, в себя впихну. Если Адам это может делать, почему нет? Я встречал такие организмы, которые, блядь, могут захуярить грамм 500-700 за один присест. Почему нет? Может и могут. Вот. Так что хули бы нет, как говорится, да? Молоко пью. Я не пью его так. Кашу завариваю, заливаю молоком гречневую. Вот. Я килограмм грудки стараюсь съедать. Плюс-минус получается. А я совсем другой при таком освещении. хе-хе-хе. Да. Так, народ. Опа. Надо идти это. Хаммер вообще отлично. Просто супер. Не наразуюсь. Ну почему по 2 литра молока херово? Нормально. Почему? Мне ничего плохого в этом не вижу. Баночку? Баночки нету. Баночку вот. Я бы творог ел на ночь. Я ем творог на ночь вместо казино. Все-таки натур продукт лучше. Более увереннее. Хомяк только радует. Я тащусь. Каждый раз к нему иду и думаю а сейчас сяду поеду. Не знаю мне очень радует. Давайте ребят я пойду готовиться к тренировке. Вот. На кардио включусь. Сейчас поебашу грудь. Потом кардио поделать включусь. Сегодня еще увидимся. Давайте через часика полтора поболтаем еще. Давайте ребят спасибо за то что были. Счастливо.